Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, в частности, для друга моего Витаутаса, я хочу связать нимфу, которую уже вязал уважаемый мною вязальщик Эдвард Оливер. Эта нимфа чем-то напоминает нимфу из семейства Калибейтис. Дело в том, что она сама по себе тело имеет несколько небольшое, но такая грудастая, лапки достаточно хорошие и три ответвления хвостовых придатков, церки. Я буду вам показывать поэтапно. Крючок я взял фирмы Камасан серия 400, номер взял 14. И огрузил, как вы видите, вот так свинцом. Теперь нам необходимо свинец сплющить, проклеить и подровнять тело, и закрепить три хвостовые придатка. Мы с вами подровняли тело, закрепили наши хвостовые придатки, и теперь нам с вами необходимо будет изготовить само тело. Как вы видите, я закрепил глазки, но глазки я закрепил уже в самый последний момент, когда подровняное тело. У этой нимфы они находятся сверху, а не по сторонам головы. Чем лучше вы выровняете тело, тем более красочнее и реалистичнее будет наша нимфа. Подготовил вот такой, буквально, кусочек, обрезок медицинской перчатки. Отрезал и закрепил, насколько было возможно, тоненькую леску, для того, чтобы потом просегментировать тело. От вот этих элементов зависит само качество нашей нимфы. Если бы у меня крючок был несколько больше по размеру, я прошелся бы специально еще даббингом. Но учитывая то, что крючок недостаточно большой, а форма уже у нас с вами изготовлена, нам остается только лишь взять нашу резинку и буквально, считайте, чуть ли не до самых глазок, это не страшно, изготовить тело из нашей резинки. Вот, друзья мои, мы с вами, если камера сможет передать, просегментировали тело, и я закрепил остаток резинки вот в таком положении, чтобы можно было мне изготовить в дальнейшем грудку, чехлик и голову, перевернув вот так нашу с вами резинку. Подождем, пока подхватятся материалы, и нам необходимо из пера охотничьего фазана изготовить лапки. Учитывая то, что крючок маленький, детализацию другими, допустим, материалами я бы не хотел делать. Подготовим лапки, как узелочки вязать, вы знаете, и закрепим их шесть штучек. И будем продолжать дальше. Вот, если вам будет видно, я показываю со спины, в таком слегка беспорядочном, но в то же время порядочном порядке мы расположили заготовки шести лапок, которые мы потом впоследствии приведем в порядок. Это я повторю, как обычное перо охотничьего фазана и со связанными узелочками. Теперь нам с вами необходимо вернуть дабингову, вернее вернуть нить к стороне крепления нашего чехлика. И, учитывая то, что грудка у нее лохматенькая, и там находятся в основном жаберки, нам необходимо с вами подобрать дабинг, оттенок, чтобы он был светлый. Если по каким-либо причинам, допустим, у вас нет каких-либо материалов, можно взять любое пуховое вот такое придаточное перо и закрепить его снизу. Тоже это создаст иллюзию тех жаберок, которые есть у нашей нимфочки. То есть здесь уже для вашего фантазии больше чем достаточно материалов и вариантов. Давайте изготовим и потом продолжим дальше. Вот, друзья мои, мы с вами закрепили пленочку. Пока еще ничего не подравнивали, не выравнивали. Как вы видите, вышла у нас достаточно лобастая, головастая нимфочка с брюшком, где у нас есть имитация жаберок. Теперь нам остается только лишь взять коричневый фломастер, подкрасить тело, чтобы было достаточно хорошо, сегмент видно, и покрасить головку. Ну, естественно, подравняем немножко лапки. Вот, друзья мои, мы с вами подравняли, привели в порядок немножко наши лапки. Они достаточно подвижные, упругие, не поломаются. Я слегка подкрасил в коричневый цвет и поставил точечки. Брюшко я не трогал, ворсу тоже не убирал, поэтому при ближайших рыбалках, как говорится, вот эта лишняя ворса у нас будет. Хотите, можете подрезать, но она у нас станет на те места, где она должна быть. И как вы видите, вот такая симпатичная нимфочка из семейства наших любимых нимф Калибейтис. Готова к рыбалке? Пробуйте с разными другими материалами, оттенками. Лаком я не вскрывал. Вот в таком варианте она будет служить долго, честно, верой, правдой. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...